МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я расскажу вам то, о чем другие промолчали, во что невозможно поверить. Но, тем не менее, все это произошло на самом деле. А участники и герои этих событий живут рядом с нами. Москва, порт Пяти морей. Эта фраза вызывает у кого-то иронию, у кого-то сарказм, у кого-то неподдельную гордость. Однако в том, что это именно так, смог убедиться наш корреспондент. Существует выражение, что Москва, порт Пяти морей. Кто-то с этим согласен, а кто-то нет. Ну, а мы нашли еще одно подтверждение этому факту. Ведь даже в Москве есть свои пираты. Это Максим Живагин, более известный как русский Джек... Нет-нет, русский капитан Джек Воробей. Казалось бы, как птицу такого высокого полета могло занести в наши края, столь далекие от Карибского моря? Что ж, давайте узнаем. На сцене мы делаем то, чего не можно сделать жизнью. Вот, и, наверное, вот я так самовыражаюсь, скорее всего. Но я от этого тащусь. Тяжела жизнь пирата в нашем городе. Хотя, возможно, и в ней есть свои плюсы. У меня друзья все постоянно, когда общаемся в кругу, да, или в кругу знакомых, которых, я не знаю, приводят, и всегда кто-то смотрит, а потом мне говорят, слушай, у меня такое ощущение, что я тебе что-то должен. Он такой аферист. Но все-таки это наш, русский Джек Воробей. А сильно ли он отличается от своего заморского брата? Скорее всего, взаимствован, конечно, сам грим, костюм. В плане, как бы, внутреннего состояния, да, вот эти вот все. Это я никогда в жизни не изображал, не копировал, не пытался снять. Это вот здесь, внутри. Если ко мне бы, я бы пришел в этом же образе, я бы был самым счастливым человеком на свете. Я, когда с друзьями разговариваю, ну, вот с артистами, да, перед каким-нибудь там выступлением, всегда говорю, ребят, если вы хотите поговорить с Максом, вы говорите со мной до того, как я начал переодеваться. Потому что после того, как я переоденусь, будете говорить с Джеком. Это немножко разные люди. Все имеет свое начало. С чего же началась и история нашего героя? Я, как бы, начал сначала на детских праздниках, да, еще с театрального института. И потом уже перешел, как бы, на более взрослые такие прикольные. Но немаловажную роль в этой истории играет и столь аутентичный гардероб нашего персонажа. Ну, костюм я заказывал из Америки, непосредственно из Лос-Анджелеса, из Нью-Йорка, вот по каким-то частям, деталям. Собственно, такой вот он наш московский пират. Эдакий островок карибского тепла в океане московского холода. Но только встреча с этим пиратом оставит у вас исключительно положительные эмоции. На-на-на, удачу при мне. Так выпьем же чарку и ого! А вам навсегда запомнится тот день, когда с вами были Олег Пекарь, Сергей Беляков и Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Специально для «Разной новости». Кто самая красивая женщина на планете? Увы, но вряд ли найдется смельчак, способный дать однозначно ответ на этот вопрос. Как известно, у каждого мужчины свой идеал красоты. Также известно и то, что красоты много не бывает. А подтверждением этих простых истин и будет наш следующий сюжет. Тропики-бассейн. Красивая девушка на первый взгляд. Но что может быть интересного в этом видео? Женщины скажут очередная фотосессия очередной красотки глянца и уйдут. Куда-нибудь на кухню или в салон красоты. Мужчины, наоборот, придвинутся поближе. А вдруг еще что-нибудь да покажут. И действительно покажут. Модель ведь не простая, а как бы вам сказать, большая модель. Ростом в 2 метра и 5 сантиметров. И она самая высокая модель в мире. Первая мужская мысль – головокружительная красотка. А на свидание надо брать табурет или ходули. Для сравнения, соратница по цеху в этом фотосете ростом всего 162 сантиметра. Как говорится, почувствуйте разницу. Назвать высокорослую модель великаншей язык не повернется. Ну да, высокая, но ведь красивая, черт возьми, да еще модель. Кстати, девушку зовут Эмазон Ип. Сценический псевдоним – Ева. Родом из Австралии. Сейчас живет в Калифорнии. Хотите познакомиться – пишите письма. Личная жизнь модели – она все-таки такая же, непостоянная, как и мода. Но учтите, если что не так, рука у красотки тяжелая и удар поставлен. В свободное от подиума время Ева подрабатывает рестлершей. Любит, понимаете ли, побороться. Правда или нет, но говорят, что за свой размер ноги, туфельки у нее 45-го размера, Ева получила прозвища Бэйбзилла. Сама не обижается. Говорит, лучше пусть маленькой Годзиллой дразнит, чем жирафом. Своими модельными данными Ева рушит все стереотипы. А слова, что маленькие девушки рождены для любви, а большие для работы, в ее случае злые наговоры. Единственный минус по ее словам – вся одежда на заказ и даже купальник. Фотосессия в котором еще больше увеличила спрос на Эмазон или Еву. Уж как кому удобнее – в модельном бизнесе и обожании среди мужчин. Трудно даже представить, насколько богат и безграничен внутренний мир человека. Однако находятся люди, которые не только знают об этом все или почти все, но и готовы это продемонстрировать окружающим. К слову, достаточно наглядно продемонстрировать. В городке Джексон-Вилсон, что во Флориде, все желающие могли отправиться в путешествие по 12-метровой прямой кишке, макет которой был установлен в одном из отелей специальной конференции Объединенной Американской Ассоциации Медиков. Как известно, в организме человека через прямую кишку выводятся отходы жизнедеятельности организма, а через этот аттракцион мог пролезть любой желающий, правда, только на четвереньках. И что удивительно, многие не упустили возможности то ли получше узнать, как они выглядят изнутри, то ли почувствовать себя... Ну, сами знаете чем. А одна из постоялец отеля так и написала в своем твиттере. Кстати, в нашем отеле остановился Джастин Бибер. Но прямая кишка меня интересует куда больше. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. У англичанина Джайлса Олдершоу имеется уникальный талант. Удаляя при помощи скальпеля ножниц и пинцета части слоя картона, он создает ретро-портреты Марлин Монро, Марлона Брандо и других знаменитостей. Как не уговаривал 16-летний Рейн Прайс отца не провожать его и не махать вслед школьному автобусу, отвозящему его в школу, упрямый отец Дейл Прайс сделал все наоборот. И в течение всего учебного года он каждое утро провожал сына в новом самодельном костюме. В то время как большинство европей и американок тратит сумасшедшие деньги, чтобы избавиться от мешков под глазами или же скрыть их, корейские женщины. Считая их признаком красоты и полагая, что взгляд становится более юным и задорным, проделывает множество манипуляций, чтобы ими обзавестись за не меньшие суммы. Будучи подростком, лакиец Кибри Ланниролли регулярно принимал наркотики и был тесно связан с криминалом. А сейчас он успешный бизнесмен, многократный чемпион по боксу, советник правительства и прочее, прочее, прочее. Для достижения всеобъемлющего успеха ему понадобилась самая малость – стать бариетарианцем. Он питается энергией солнца и вибрациями ветра, а нормальную пищу употребляет лишь несколько раз в год. Если у вас уродливая внешность, но вы с детства мечтали стать моделью и увидеть свое лицо на обложке глянцевого журнала, не спешите расстраиваться. У вас еще есть шанс попасть туда. Только для этого вам придется переместиться на Туманный Альбион, где успешно работает модельное агентство «Агли Модел Эдженси», которое как раз ищет людей с неординарной внешностью. Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Из сегодняшней программы вы узнали, что, возможно, подтверждает истину Москва-порт Петиморей, в чем отличительная особенность австралийской модели очаровательной Amazon Eve, что предложили постояльцам одного из американских отелей, каков последний писк моды у корейских красавиц и какое модельное агентство процветает в Великобритании. И еще множество интересных фактов из жизни страны и мира. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok